Еще 2-3 года назад нехватку детских садов в Астане называли катастрофической. Ежегодно вводились в эксплуатацию новые учреждения, но все равно они не успевали за бурным приростом столичного населения. По данным статистиков, ежегодно на тысячу человек в Астане рождается 25 детей. Это хороший показатель для демографов и заставляющий задуматься власти города. Тем не менее, уже в 2019 году охват дошкольным образованием планируется довести до 100%. Во многом благодаря государственно-частному партнерству. Об этом новый выпуск нашей программы. В соответствии с поручением главы государства к 2019 году охват дошкольным образованием детей в возрасте от 3 до 6 лет должен составить в стране 90%. Очевидно, что наблюдается дефицит государственных дошкольных учреждений. При этом частные сады готовы и уже предлагают достойную образовательную альтернативу. Поэтому государство и бизнес проводят совместную работу для того, чтобы все дети могли получить место в детском саду. А все родители могли это место оплатить. Основная цель государственной дотации – это помощь родителям в частных садиках. Дается она для того, чтобы родителям не повышать сумму оплаты. В прошлом году, к примеру, было превышено количество дотационных мест, потому что очень много открылось частных детских садов. Открывались чуть ли не каждый день. В этом году мы перешли от количества к качеству. Такой переход мы заметили, потому что появилась конкурентная среда в этой образовательной сфере. И с помощью этой конкуренции качество работы, где мы даем дотацию, улучшилось. И качество образовательных услуг. По официальной информации, сейчас в столице действует 336 детских садов. Из них меньше трети, или 96 – это государственные учреждения. Также работает около полусотни мини-центров, где занимаются подготовкой детей к школе. Большей частью детские сады находятся в частной собственности. Но чтобы дошкольное образование было доступно как можно большему числу детей, государство оказывает финансовую помощь родителям. Почти во всех частных садах останчане могут получить воздотацию. Когда родители приходят к нам, они в первую очередь, конечно, хотят попасть в государственный детский сад. Но соглашаются и на направление в частные детские сады. Есть определенный градус недоверия к таким учреждениям. Говорит о низком качестве питания, о неприспособленных помещениях. В обществе бытует мнение, что частник может проводить в своей компании какую угодно политику. Подозрение общества не беспочвенно соглашается специалист городского управления Лиза Тразбеков. Однако образовательные частные учреждения, которые хотят получить государственную дотацию, предварительно и тщательно проверяют. Кроме этого, городские власти активно работают с ассоциацией частных садов. Рабочая группа объезжает сады, выявляет проблемы и работает над повышением качества их работы. То, что эти 180 дотационных частных садов не могут работать без государственной поддержки, ошибочно. Потому что мы видим, что на сегодняшний день, благодаря госдотациям в частных детских садах в городе Астане, сейчас идет очень активное развитие этой сферы. Бизнесу нужно предлагать качественные услуги. Иначе родители их не купят, а государство не поддержит. Например, если родители отдают ребенка в частный детский сад, то государство ежемесячно перечисляет на него 23 тысячи бюджетных тенге. Остальные 20 800 тенге платятся уже из родительского кармана. Чтобы обеспечить всех детей местами в детском саду, образовательный бизнес и столичное управление образования подписали специальное соглашение. Всего таких договоров более 180. Много и разных кружков сейчас есть. В частных садах открываются лаборатории, робототехника, арт-терапия. Учредители часто ездят за границу, перенимают зарубежный опыт. Например, у нас есть садик, который привез японскую методику. Педагоги частного сектора тоже знакомятся с опытом Турции, России и Москвы в частности. И несмотря на то, что они должны работать по обязательной госпрограмме, зарубежный опыт, новаторский опыт частных учреждений дошкольного образования мы поддерживаем. Потому что, с одной стороны, у родителей шире выбор и возможности, а у нас, педагогов, конкуренция. Маленькая Айша уже готовится к школе. Новая школьная программа требует серьезной подготовки уже с самого детского сада. Мама воспитанницы признается, волнения нет, потому что уже сейчас в саду девочка получает всестороннее развитие. Английский язык обязательный в нашем расписании. Есть хореография, каратэ, робототехника. Там они занимаются сборкой. Также есть занятия арт-терапией. Играя с песком, дети рисуют картины, думают, фантазируют. Дочь вот рисовала растения, животные даже получаются из песка. Так здорово выходит. Малышка Айша пошла в детский сад, когда ей исполнилось три года. Уже успела многому научиться. Впервые взяла ручку. Воспитатели уделяют положению руки при письме большое внимание, так как ребенка очень сложно переучить, если он держит ее неправильно. Не менее важна на этом этапе и социальная адаптация малыша. Для Айши она прошла успешно. Она познакомилась со сверстниками, уже есть любимые друзья. С прошлого года группа изучает английский язык. За такое развитие ребенка родители платят 21 тысячу тенге. Еще 7 тысяч тенге – доплата за дополнительные занятия. Родителям, чьи дети ходили в государственный детский сад, эта сумма хорошо известна. Много не бегали. Понадобилось свидетельство о рождении ребенка, а потом получили на флешку ключ из цона. Так встали на очередь в детский сад. Теперь людей в очереди очень много, но свою очередность можно посмотреть с домашнего компьютера. Все отображается – имя, возраст. Также можно выбрать, на каком языке вы хотите обучаться. Мы работаем с 8 утра, то есть прием детей у нас идет с 8 часов утра до 8.30. Перед завтраком делаем зарядку, а уже после завтрака принимаемся за развивающие упражнения. Какие-то делаются прямо в группе, на дополнительные занятия они идут в зал. Конечно, очень много времени мы уделяем игре, так как в этом возрасте они лучше всего учатся играя. Всеми материалами и площадками детский сад полностью обеспечен. Часть занятий проводим на свежем воздухе, после этого идем на обед. В этой части, в частных садах, нет отличия от государственных. Распорядок дня и государственный стандарт обучения соблюдаются также строго. Но есть и особенность – в каждой группе только 25 детей. К примеру, в этом детском саду все воспитанники разделены на 10 групп. В нашем детском саду представлены различные виды развивающих дополнительных занятий. Благодаря магнитному конструктору ребенок оставляет картины, фигуры животных. Очень важна подготовка воспитателя, хотя сейчас нам помогает и техника. Например, какие-то занятия проводятся на компьютере. Каждый ребенок, когда рождается, он задает очень много вопросов. Почему солнце светит, почему колеса у машины крутятся, почему на льду скользко, а на земле нет. То есть все эти вопросы, ответы на эти вопросы мы с детьми обсуждаем, пытаемся в этом разобраться. И пытаемся разобраться не только на словах, но, естественно, еще при помощи каких-то экспериментов. Ложечку в сторону убирай, сюда в сторону убирай. Дошкольникам уже в этом возрасте можно преподавать сложные предметы, например, химию. Но рассказывают они и простым языком. И на примерах. Так специалист рассказывает и показывает, как происходит извержение вулкана. Конечно, вопрос безопасности хорошо продуман, подчеркивает педагог. Перед тем, как войти в лабораторию, детям подробно объясняют, что можно трогать руками, а что нет. Как рассказывает Ольга Тумина, педагог цифровой лаборатории, детям так интересно, что они боятся нарушить дисциплину и больше не прийти сюда. Дети организуют и снимают, занимаются именно созданием мультфильмов. Мультфильмы у нас именно идет научная тематика. То есть у нас вот цифровая лаборатория на УРАШ в стране, на УРАНДе. И мы пытаемся там рассказать, что такое силотрение, что такое электричество, откуда оно пришло, откуда оно берется, почему у нас горит свет. Мы воспитываем детей, чтобы они росли открытыми, открытыми новым знаниям, людям. Для этого мы работаем много с родителями, проводим семейные мероприятия, выходим за рамки сада и нашего двора, вместе ходим в кино, театры и музеи. По теперешним порядкам, чтобы получить место в детском саду, достаточно свидетельства о рождении. Само собой, что ставить на очередь ребенка лучше сразу с рождения, говорят в управлении образования. Потому что маленьких остончан очень много. Теперь схема стала еще проще, рассказывает Ляза Тразбекова. Сегодня родителям нет необходимости писать заявления о постановке на очередь и приеме в детский сад государственные органы. Не бегают по отделам образования. Они, сидя дома, по интернету берут направление. И также родители могут с этим направлением прийти в любой государственный садик по средам с 9 до 6 часов. И там заведующая этим детским садом обязана оказать помощь родителям. Редактор субтитров А.Семкин